МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Футбол в России больше, чем футбол, и с этим не поспоришь. Ежегодно сотни и тысячи родителей приводят детей в спортивные секции в надежде воспитать из них настоящих чемпионов. Что важнее в спорте? Талант или усердие? И можно ли вытащить счастливый билет? Об этом поговорим сегодня с тренерами по футболу. Упорная работа в зале – отличный результат на поле. Подрастающие футболисты с первых дней пребывания в спортивных секциях познают простую формулу успеха. В нашем районе футбол любят и в него играют. Уже девятый год подряд в Одинцово проводится Кубок мэра по дворовому футболу. В этот раз в нем приняли участие 10 команд. Среди которых были и новички. Подробности финального матча в интервью программе «Время спорта» рассказала вице-президент Федерации футбола Одинцовского района Евгений Сорокин. Чемпионат Одинцовского района среди любительских команд завершился на днях. Какие итоги? Среди дворовых команд. С каким накалом, с каким настроением подошли к финалу? Вообще очень отлично получилось. Очень много новых коллективов. Немножко была видоизменена схема, что позволило более, скажем так, проводить более интересно. То есть команды не вылетали все на стадии плей-офф, а только одна вылетала, чем две. То есть было, соответственно, очень много ребят, кто оставались и имели шанс зацепиться за плей-офф и сыграть на Кубок. Поэтому интерес был достаточно большой. И длина. То есть мы его провели за полтора месяца. То есть мы наигрались, можно сказать, полностью. Особенно это касается любительских коллективов. Ведь они редко в такой соревновательный календарь попадают. Что касается профессионалов, да, люди играют каждую неделю, целый сезон. А любители, чтобы поиграть в какой-то длинный период, и чтобы им понравилось, это было замечательно. Евгений, а сколько было команд-участниц в этом соревновании и были ли среди них новички? Десять коллективов, были новички, такие команды, как Бон Асера, может быть, знаете, такое кафе, да, Мясницкий ряд, к нам впервые как бы присоединилась команда, СВ Фитнес, то есть к нам подтягиваются наши замечательные бизнесы Одинцовского района. Выступили неплохо, как бы, то есть кто-то вылетел, кто-то остался, но все равно эмоции очень серьезные. Ребят, которые никогда не играли в такой соревновательной практике. Власиха, Жаворонки, Одинцова, три поселения были заявлены, да? В основном большинство команд это город. Да, это дворовые команды, именно шаговая доступность, то есть ребята взяли свой выходной день, пришли, отыграли на площадке, пошли домой. Как бы никуда особо не ездить, в принципе, достаточно интересно. Евгений, какие самые вспоминающиеся были встречи? Понятно, что каждый матч это всегда интрига, да? Мы не знаем, чем закончится, и тем не менее, самые насыщенные, ключевые футбольные поединки. В финале участвовали команда Бонасера и команда Мебельщик. Соответственно, это были сильнейшие команды всего турнира, и по ходу игры в нем они показывали самый красивый и интересный футбол. Но в финале, наверное, Бонасера была сильнее, более мастеровита, сыграла, успокоила игру, как-то не дали ничего им сделать. То есть, как говорят в футболе, выигрывает тот, кто ничего не дает сделать сопернику. И вот, наверное, Бонасера ничего не дала сделать Мебельщику, хотя Мебельщик тоже полон ярких игроков, личностей, которые до этого... Кстати, до этого Мебельщик обыграл Бонасеру в группе с отсчетом неприличного 8-1. И можно сказать, что матч-риванш состоялся. Но, тем не менее, Бонасера новичок, и такой триумф, да, получается? Ну да, на кубке, на призыв боевого братства команда Бонасера заняла первое место. Ребята, как можно сказать, не играли, да, и появились. Ну, да, привлекли, конечно, опытных игроков для того, чтобы выиграть. Ну, в целом, могу сказать, что все были рады, и общественность была привлечена. То есть многие болельщики, мамы, там, дети приходили как раз болеть за команду Бонасера. Порядка там 40-50 человек на каждый матч приходило. То есть, ну, общественность очень порадовалась. Евгений, если мы поговорим о любительском футболе, о дворовом футболе в целом, как правило, костяк, наверное, вот этого сообщества футбольного составляет так называемые старички, да, люди, которые играют уже там больше 10 лет. Появляются ли молодые ребята, духотворенные, влюбленные в футбол, приходящие в дворовый футбол? Да, появляется, как раз вот это пример команды «Второй завод». Там очень много молодых ребят, которые очень прекрасно себя проявили. Там у них вратарь молодой, очень прекрасно, ему 16 лет, но он получил, кстати, приз надежды турнира. Сам был его завод, он замечательно себя показал. Много других молодых ребят. Не такие уж мы старички, как бы. Я могу сказать, что средний возраст турнира, ну, 35 лет, наверное. Да меньше, 30, как бы, есть, да, кто постарше, но все равно, 30 где-то, 30-35, в таком вот диапазоне. Поэтому мы... А какова судьба этих команд? То есть, как они самоорганизовываются? Откуда они вернутся? Есть команды, которые уже очень давно играют друг с другом. Кто-то вместе заканчивали спортшколу, кто-то просто где-то играли, решили, увидели рекламу, создали коллектив. И сейчас идет такая тенденция, что чемпионат мира на носу, да, и многие ребята просто, вот, как бы, и кто интересуется футболом, смотрит футбол, там, играет где-то любительский, организуется. Они, наоборот, ищут вот возможности для того, чтобы на таком турнире сыграть. И вот то, что вот, как бы, у нас такой турнир проводится, 9-й турнир, да, следующий год будет 10-й. И я думаю, на 10-й год мы что-то сделаем вообще особенное, скажем так, интересное. Больше будет команд, коллективы приглашено. Больше, как бы, средств массовой информации об этом узнают. То есть, потому что юбилейный, тем более, чемпионат мира. Можно ли разглядеть будущую звезду футбола в 5-6 лет и как не прогадать со спортивным направлением? Титулованные спортсмены отвечают, чемпионами не рождаются, а становятся. С недавних пор в Одинцово трудится команда Евгения Алдунина. Двукратный чемпион России по футболу, обладатель Кубка УЕФА, заслуженный мастер спорта, с головой ушел в детский футбол. Его подопечные ребята 5 лет и старше. Уже больше года тренируются в спортивном комплексе «Искра». Самые маленькие, конечно, это, прежде всего, наверное, просто организовать их, прежде всего, потому что все мы понимаем, что 4-5 лет, конечно, еще очень сложно детям давать какие-то специальные упражнения. А прежде всего, наверное, какие-то игры, салки, да, и все возможное. То есть, организовать их и прежде всего, чтобы они научились слушать тренера. Это самое главное. В зависимости от чем старше дети, тем больше требований к ним возрастают. Естественно, уже система подготовки меняется. В принципе, базовая подготовка у нас. Мы отталкиваемся от подготовки в футбольном клубе ЦСКА. То есть, все методики у нас, соответственно, опробированы уже в детской футбольной школе ЦСКА. Поэтому мы стараемся брать все самое интересное, самое лучшее и даем этот материал детям. То, как они воспринимают его, видно и заметно, что с удовольствием идут тренировки, как у малышей, так и у постарших ребят. Поэтому самое главное – это их интерес. Самое главное, что они приходят с горящими глазами, да, и уходят такие же довольные и веселые. Может быть, немного уставшие, но тем не менее. Ну, понятно, что дети, которые 5 лет приходят в спортивную школу, в футбольную спортивную школу, они еще не задумываются о какой-то звездной перспективе, они просто играют. А что касается родителей? Много ли вы встречаете родителей, которые целенаправленно расценивают своего ребенка как бизнес-проект, для того, чтобы потом, скажем так… Я думаю, что это в большей степени бизнес-проект, да. Конечно, все дети, все родители заинтересованы, чтобы их дети себя каким-то образом реализовали. И, безусловно, конечно, первое, что приходит на ум – это спорт. И футбол, конечно же, это спорт номер один, поэтому, естественно, все, ну, как сказать, какие-то питают надежды, да. Ну, я так могу сказать, что откровенно, то есть в возрасте там 5-12 лет, очень сложно сказать, да, будет ли… То есть, ну, они отличаются друг от друга, да, может кто-то быстрее, кто-то техничный, кто-то там, допустим, более быстрее соображает и более координированный. Но, по факту, очень сложно кого-то выделить, да, и сказать, что наверняка… То есть, есть более способные ребята, которые выделяются из общей массы, но, опять же, здесь очень много факторов должно сложиться, чтобы этот ребенок стал профессиональным футболистом. То есть, здесь и удача, и, безусловно, характер. По большому счету, то есть, наличие таланта еще не говорит о том, что этот парень 100% заиграет большой футбол. То есть, здесь необходимо, конечно, и рвение, и характер, и стремление самого ребенка, тому, как родители, конечно, порой, бывает, даже хотят больше, чем сами дети, особенно вот на таком раннем этапе. Но, тем не менее, то есть, наша задача, прежде всего, научить ребенка, да, технически его оснастить, чтобы технический арсенал его, да, был, ну, достаточно велик. Потому как, чем они старше становятся, тем больше физической борьбы, да, в футболе. То есть, все мы знаем, спорт достаточно жесткий. И, понятное дело, если ты гораздо будешь лучше готов технически, и гораздо умелее будешь обращаться с мячом, то тебе будет проще выполнять все технические элементы и все упражнения, которые тебе будут давать тренеры. В 2018 году Россия впервые в своей истории будет принимать чемпионат мира по футболу. Финальные матчи пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В финальном турнире примут участие 32 команды. Жеребьевка пройдет 1 декабря в Москве. Городами, где будет проводиться чемпионат, станут Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Официальным символом чемпионата мира по футболу станет волк по кличке Забивака. Матч открытия и финал пройдет в столичных лужниках. Все ждем, с нетерпением, конечно. И то, что соберутся лучшие сборные всего мира, я думаю, что это, конечно, большой будет посыл именно для детей. Потому как я сам помню, что мой первый сознательный чемпионат мира, который я помню, это был Италия 90. Мне было 10 лет, я практически все игры смотрел, наверное, которые мог, только когда еще были, ну, до отбоя, я так могу сказать, что не в ночное время. Поэтому для меня произвел очень яркое впечатление чемпионат мира. И, конечно, если он будет в нашей стране, то для нашей детворы, конечно, это, мне кажется, колоссальное событие. И я надеюсь, что это послужит большим толчком для развития футбола вообще в целом в стране. Конечно, наличие суперсовременных стадионов и баз для подготовки сборных, я думаю, конечно, это будет очень большое поле для деятельности, именно для развития детского футбола.